Всем доброе утро, девочки мои! И чего мне дома не сидеться? Решила выйти. Сегодня 3 мая у нас. Замечательная погода. Раньше мы по молодости вообще, даже с 1 мая иногда, открывали уже купальный сезон. Уже купались в Дону. Ну, сейчас, я уверена, очень много людей, наверное, полгорода ломанутся на Дон. И кто-то будет ещё купаться. Но мне не до этого. Я купаться не собираюсь. Поэтому никуда на Дон не планирую. Тем более, сын с семьёй, они в деревню уехали на праздники. Но уже вечером должны вернуться. Завтра у них рабочий день у кого-то. Вот, так что я решила выйти сегодня. Ой, какая красота! Так, девчонки, сейчас покажу вам. Смотрите, как красиво! Сколько цветов! Мама дорогая! Тюльпанчики! Раскрылись все. И разных цветов. Красные, белые, розовые. У кого-то, девчата, ещё сугробы лежат. Так что, любуйтесь. А вот это, это такой сортный на тюльпана, да? Красивый. Да, на тюльпана. Ой, какая прелесть! Вот люди молодцы! А вон 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 те дальние, да? Люди молодцы! Посадили себе под окном такую красоту. Выглянул в окно и любуешься. Прямо молодцы! Ой! Люба, дорого смотреть. И вот ещё одна тут клумбочка. В общем, короче говоря, девочки, решила я прогуляться по городу. Чё дома сидеть? Что это у нас вишня-черешня? Не знаю. Цветёт. В общем, девочки, цветы. Цветы, цветы. Красота. Клумбочки. Вот такие вот и жёлтенькие есть. Какие-то фиолетовые маленькие. Ой, прям не налюбуюсь я. Я не могу. Прямо обожаю вот эту красоту. Скоро сирень ещё распустится. Вообще будет красиво. В общем, девочки, решила я дома не сидеть. Я сегодня проснулась. Мне кажется, ну, что я себя чувствую как-то получше. Вроде получше. В любом случае, 27 градусов тепла будет сегодня днём. А сейчас я выходила. Вот 10 утра примерно сейчас. Уже 24. Ну, кофточку я надела. Хотя, если бы не болела, я могла бы её не одевать просто в одной футболке. Ну, так на всякий случай одела, потому что снять её нужно в любой момент. В общем, короче говоря, решила прогуляться. Прогуляться на рынок решила. Сейчас на Хичеванский рынок поеду. Там посмотрю что-нибудь интересное для себя. Ну, а потом видно будет. Я, конечно, быстро устаю. Мне хочется сделать чего-то больше. И больше снять, и больше посмотреть. Ну, хочется мне одно, а получается у меня другое. Так что, как получится, посмотрите. Девочки, как хорошо, что я взяла солнечные очки. Что я их не забыла. Уже щуриться приходится. Так что солнечные очки при мне. Ну, всё, жду свой автобус и еду. Вон у нас мужик уже стоит в шортиках, в шлёпанцах, в футболке. Ну, я смотрю, многие мужчины уже в футболках, в шлёпанцах. В общем, по летнему уже всё. Все разделись. Лето наступило, можно сказать. Людей мало в транспорте. Наверное, все за город поехали. Ну, и прекрасно. Я решила прокатиться на автобусе, чтобы посмотреть красоты вокруг. Лумбы вот эти красивые. Вообще, как украсили город нашу. Лумба traveling. Лумба иcolor. Я смотрю, одуванчиков уже кругу. Видимо-невидимо. Вот я на олеечке расту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да уж, а на этом заводе когда-то я работала. Вообще этих домов я тут не видела. Так давно я, получается, не выезжала вообще за пределы Александровича. Это да. Вот это да. Ну, всю зиму не выезжала. Точно. Даже больше. Да, конечно, красивый пейзаж. Ничего себе не скажешь. Там еще строят даже дальше. Преображается Нахичеван. Это мы уже приехали. У нас проклятые увидели. Так, ну, сейчас мы едем по Сарьяно. Это у нас Нахичеван. Сейчас мы седаем. Все, мы уже подъезжаем в Театр Юного Зрителя. Я уже как-то вам давно показывала тут зима. Вот он, наш Театр Юного Зрителя. Площадь Карла Маркса. И вот мы уже подъезжаем к Нахичеванскому рынку. Я приехала. Я решила зайти немножечко на площадь Карла Маркса. Посмотреть, что тут интересно. Какие-то самокаты, велосипеды. Это, наверное, на прокат дают. Ну, тут, правда, есть покататься. А, вон там уже парнишка катается. Да, классно, здорово. Ну, в общем-то, тут вот такие аллейки. Дальше не пойду. Дальше у нас там есть Вечный Огонь. Посмотрим, что тут. Такие вот у нас елочки стоят. А вообще, летом здесь делают кафе, летняя веранда. А, кстати говоря, уже открыли. Как здорово. Да, вот тут вот можно посидеть в этом кафе. Там обслуживает официант. Я давно там не была, но раньше как-то вот мы тут гуляли. Ой, девочки, смотрите, сколько одуванчиков. Трава уже высокая выросла. Скоро траву косить уже будут. Деревья такие вот цветущие. Классно. А что это за дерево там, интересно? Ну-ка, пойдем посмотрим. Такие розовые цветочки на нем. Интересно, что это? Что это за дерево такое? Мне уже любопытно прям посмотреть. Смотрите, а что это за дерево? Девочки, кто мне скажет? Я что-то не знаю такого дерева. Это какое-то не наше, необычное. Это необычное какое-то дерево. Подскажите, кто знает, что это такое? Что за дерево? Что это такое за цветочки будут? Они еще не распустились. А, кстати, пахнет очень приятно. Приятный запах. Ну, вот такая вот площадь. Она у нас большая. И вот мы уже приближаемся к рынку на Хичеванскому. Ну, тут у нас люди сидят, такие цветочки продают. Кто цветочки, а кто орешки какие-нибудь. А дальше уже идет вход в рынок. Ой, сколько цветов! Какая красота! Я прям не могу. Девочки, я восторгаюсь и не устаю прямо восторгаться. Так, я смотрю, не все торгаши вышли на работу 3 мая. Кто-то отдыхает. Ну, посмотрим, что там внутри. Ну, вот такой вот рыночек. Тут у нас торгуют и вещами, и продуктами. Ну, сегодня понедельник. Вообще, понедельник, я знаю, короткий день. И здесь кто-то вышел, видимо, на работу. кто-то решил сделать себе выходной. Ну, ладно, сейчас быстренько пробегусь, посмотрю, что мне надо. Есть нету и пойдем дальше. Зашла я не в продуктовые ряды, а в ряды с вещами. Ну, мне не одежда нужна, но кое-что. Может быть, клеенку я здесь найду, посмотрим. Девочки, на Хичеванском рынке зашла я тут в один ларек, ну, не ларек, магазинчик небольшой, и нашла, где продают вот эту прозрачную пленку, жидкое стекло, то, что мне советовали. И вот отрезали мне чуть-чуть с запасом. Там метр сорок длина, да, получается. И шестьдесят пять я взяла ширину, а у меня метр на шестьдесят. И дома я уже вырежу по своему столу. Вот такая вот прозрачная есть. Есть еще с фактурой, но это я чистую прозрачную решила взять. И вообще здесь очень много всяких скатерть и клеенок. Девочки, приостановилась. Я тут чуть-чуть. И хочу сказать, жара невыносимая, я уже вся мокрая, мне нужно кофту снять. И в кроссовках жарко, надо было сандали уже одевать, оказывается. В общем, я купила пленку. Это уже второе дело у меня сделано. И дальше я уже никуда не поеду. Сейчас я еще по округе чуть-чуть пройдусь и поеду домой. Тут появилось новое здание, которого не было раньше. я не видела вот этого здания. И вот здесь вот как раз рядышком я купила пленку там. Ну, в принципе, вот этот магазин со скатертьями, с клеенками, пленками, он тут на Хичеванском рынке один, другого тут нет. поэтому, если кому нужно, не ошибетесь. У людей спросите, подскажут. Мне подсказали, как туда пройти. Вот. Ну, вообще, рынок, конечно, здесь сейчас продукты. Половина, я иду в обратном направлении, половина идет, рынка это продукты продают, а половина, вот там крытый рынок идет с левой стороны, и там продают уже одежду, вещи, обувь. Ну, все. А за рынком у нас такие вот ряды есть. И я кое-что тут в ларьке в одном купила. Давно нужна была мне одна вещица, и я все никак не могла ее купить, а на темирник ехать из-за одной вещицы совершенно нет никакого желания. Да, девочки мои, вот это вот площадь, как она называется, Толстого, это за рынком находится, с другой стороны. Вообще, Нахичеванский рынок, он окружен четырьмя площадями. Площадь Толстого называется, вот, здесь остановка как раз автобуса, который едет домой. Ну, вот сейчас пойду на остановочку. Да, в общем, недалеко от своего дома, я так сказать, и отъехала. Тут автобус 15 минут идет, и все. Вот, ну, в общем, короче говоря, очень жарко, и еще вот это вот, не сказать, что прям сильно легкая пленка у меня в руках. Вот такой рулон. Поэтому я решила, что надо ехать домой. В кроссовках жарко, в кофте жарко, и вообще солнце вылезло, и уже пекло. Не стала я брать клубнику, дороговато, дороговато, во-первых, она сегодня, в честь праздничка, наверное. И я решила, что клубнику я возьму потом, подешевле. Девочки, у меня в кроссовках ноги запарились вообще. Кофту я, конечно же, сняла, но мне даже в футболочке и то жарко. Короче, надо одевать сандалии, вообще летнюю одежду, и все. Еду домой, буду раздеваться. Девочки, короче говоря, решила я взять такси и поехать на такси домой. Сейчас 25 градусов, а я уже запарилась, а еще будет 27, это будет еще жарче. В общем, короче говоря, наверное, придется вскрыть систему сегодня уже включать, я так чувствую. Немножко дорожку вам покажу. В общем, короче говоря, все, я сейчас не знаю, буду я выходить сегодня еще на улицу или не буду, или прямо дома сейчас засяду и все. Ну, посмотрим. Все, пришла я домой, девочки, расстелила клееночку, вот такая клеенка. Мне сказали, чтобы расстелить ее и чтобы она полежала где-то, ну, до завтра хотя бы, да, чтобы она так выпрямилась вся, а потом уже излишки отрезать. Ну, погодный метр у нее, она идет шириной 140, видите, длинная. и я взяла 65 на всякий случай, думаю, вдруг не ровно отрежет, чтобы же я могла ровно тут отрезать. Ну, в общем, вот такая структура будет видна. толщина пленки этой полтора миллиметра и стоит она полторы тысячи метр. В общем, я заплатила 900 рублей за этот кусок. Набрала я себе, девочки, вкусняшек. В общем, буду сейчас наслаждаться. Праздник так праздник, гулять так гулять, да. Любимым свой Наполеончик взяла, он по акции со скидочкой. На 100 рублей он дешевле, чем обычно стоит. Вот. И завтра ребята приедут, или они же сегодня вечером приедут. В общем, угощу, зайдут, если угощу. Пипсиколка у меня тоже детство вспомнить. И набрала фруктов, сливы, виноградик еще, мандаринки, груши, яблоки. В общем, кто-то думает, что я не справлюсь с фруктами. Девочки, я фрукты люблю, при том, что если я что-то не справляюсь, мне или внучка поможет, либо я могу сделать смузи, яблочки, груши туда. В общем, разные фрукты сделать могу, смузи с йогуртом попить. В общем, так. Отрезала кусочек Наполеончика, пипсиколочку себе налила. Девочки, не стала дождаться завтрашнего дня. Я сегодня решила, вот оно полежало у меня там несколько часиков, и я решила взять и обрезать. И все обрезала, все. Ножичком канцелярским, мне как дядечка сказал, вот я все обрезала. Вот так, что вот теперь у меня не клеенка, у меня прямо мебель как мебель выглядит. Все, сажусь покушать Наполеончик. Девочки, решила я приготовить смузи. Взяла я пару яблочек, чтобы у меня фрукты не пропадали. Я просто, если вижу, там яблочки начали немножечко вянуть, да, я сейчас просто сделаю смузи. Можно сделать фруктовый салат. Я шкурку очистила с яблок, сейчас косточки тоже повырезаю и пропущу это все через блендер. Пару яблочек возьму, ну, грушу возьму, мандаринку и кусочек банана. Банан для связки нужно, чтобы был. Так, пока одно яблоко возьму. Чтобы никаких тут семечек не осталось. Я хочу, чтобы просто вообще такое было, знаете, совсем. Смузи-смузи. Я уже делала в блендере, вернее, не в блендере, а в измельчителе. У меня блендера такого вертикального нету, а в измельчителе нормально тоже получается, небольшое количество, вот можно на одну порцию, например, вполне даже сделать. Так, одну яблочко, грушу. Сейчас сделаю пока одну порцию, потом посмотрим, может, сделаю еще одну. Груша мягкая, поэтому я не стала с ней счищать кожуру. Так. Маленький, конечно, у меня измельчитель, но ничего, можно даже двумя заходами это все сделать. Может, двумя и сделаю заходами. Так, а мандарин я решила, наверное, просто его, сейчас посмотрю внутри. Ага, хорошо, я вижу, внутри он сочный и косточек тут две косточки на него всего. Я просто выжму сок. Зачем ему мандарин весь нужно измельчать. Сейчас соку отмельчим. Кстати, очень легко это все выжимается. Прекрасно. Ой, как хорошо. Очень хорошо. Все. И не нужно ничего учиться. Вторую половину. Вот. Вот так. Такая жара сегодня, такая духота в комнате. Даже хоть у меня зашторено все. Но сплит я включать боюсь. Сегодня более-менее нормально себя чувствую. И не хочу ухудшать свое состояние. Так. Все. Пока что этого хватит. Сейчас попробуем измельчить. Так. Сейчас я посмотрю, что у меня тут получилось. О, уже получилось прекрасное смузи. Но сейчас я немножко отложу в сторонку и еще чуть-чуть тоже добавлю туда кучу. Решилась добавить туда еще банан. Я отложила то, что я уже смолола. Еще добавлю банан. Я уже думаю, перемолю я это все. Я это все сегодня же и съем. Может, не сразу, попозже, потом доем. Ну, сегодня у меня такой, можно сказать, полник на фруктах. Я ем не только вредную пищу, еще и полезную. Фрукты тоже полезные. Витаминчики. Так, ну вот какая-то кашица у меня тут получилась. Вот с бананом получается лучше кашица. Она более такая однородная получается. В общем, я сейчас все это смешаю и будет то, что нужно. Вот как много получилось. Смотрите, голая. И вот этот стаканчик, который я покупала в фикс-прайсе с трубочкой, я хочу с него попробовать потянуть вот это смузи. Сейчас положим сколько сюда пойдет. Так, нормально. Нет, не так. Закрывается плотно. О, прекрасно. все будем пробовать. Тянется. Класс. Хорошая идея. Прямо классная. Я последнее время, девочки, яблоки, когда ем яблоко, у меня там зуб один, там нету дырки, но там как эмаль сколота чуть-чуть, что ли, стерта, как-то называется вот эта ткань, и она чувствительно стала к яблоку. И я яблоко, когда ем, у меня начинает немножко там неприятное ощущение. И я тогда еще подумала, думаю, как хорошо, если можно было это все перетереть и через трубочку втягивать, чтобы на зубы особо не попадало. Раз и туда. Классная идея. Вообще жевать не надо. Я думаю, такую штуку нужно периодически делать. Вот. Так что сейчас немножко оттяну отсюда, остальное все сложу туда, буду смотреть телевизор и потихонечку подтягивать это дело. Ну что, девочки мои, день сегодняшний подходит к концу. В общем-то, я сегодня не зря день прожила, так сказать. Клеенку приобрела, по рынку прогулялась, показала вам на Хичеванский рынок и наши окрестности и лютики-светочки. Как же без них нам прожить весной, май, все. Ну вот видите, а у нас между прочим в Ростове так часто бывает. Весна, весна, потом резко хоп, жара и лето. Сегодня прямо жара духота, хоть сплит включая, но я пока сплит включать воздержусь. Мне хоть и получше сегодня, может быть из-за того, что жара, не знаю, но пока что я еще подвоздержусь от сплита. парка не ломит, но на самом деле 27 в комнате и 27 на улице одинаково. Ну, я хочу сегодня видео это завершить, потому что завтра будет новый день и завтра будет новая суета. Кое-какую суету я уже начинаю предчувствовать, но то, что будет завтра, вы увидите уже в следующем видео. Сейчас я вам пока что ничего не скажу. Все узнайте своевременно, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить какое-нибудь видео. Ставьте лайки, кому видео понравилось и до новых встреч, мои хорошие. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok